Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Святаго Иоанна Златоустова. О единомыслии и любви. Ничто не может сравниться с единомыслием и согласием. При этом и один бывает равен многим. Если, например, будут единодушны два или десять, то один уже не один, но каждый из них бывает в десять раз больше. И ты в десяти найдешь одного, и в одном – в одном десять. Если у них есть враг, он уже нападает не на одного, и бывает побежден так, как если бы нападал на десятерых, потому что подвергается поражению не от одного только, но десятерых. Если один обеднел, он не в бедности, потому что имеет достаток в большей части, то есть в девяти, и обедневшая часть, меньшая, прикрывается большую, имеющую достаток. Видишь ли необыкновенную силу любви, как она делает одного непобедимым и многочисленным? А если он имеет тысячу друзей или две тысячи, то подумай, насколько еще увеличится его сила? Видишь ли, какое умножение производит любовь? Чудно в самом деле то, что из одного она делает тысячу. Для чего же мы не приобретаем этой силы и не утверждаем себя в безопасности? Любовь лучше власти и всякого богатства. Она дороже здоровья и самого света, а на основании благодушия. Да коли одним или двумя мы будем ограничивать любовь, возьми себе урок и из противного. Пусть кто-нибудь не имеет ни одного друга, что служит знаком крайнего неразумия. Какова будет жизнь его? Хотя бы он был чрезвычайно богат, хотя бы жил в довольстве и роскоши, хотя бы приобрел бесчисленные блага, он бывает одинок и беспомощен. Между друзьями же не так. Но хотя бы они были и бедны, они бывают богаче богатых. Чего кто-нибудь не посмеет сказать сам за себя, то скажет за него друг. Чего не может доставить сам себе, того достигнет через другого и даже гораздо более того. Таким образом, дружба будет для нас основанием всякого удовольствия и всякой безопасности. В самом деле, невозможно потерпеть какое-либо зло тому, кто охраняется столькими оруженосцами. И царские телохранители не столько бдительны, как эти. Те охраняют по нужде и страху, а эти по доброжелательству и любви. Любовь же гораздо сильнее страха. Притом царь боится своих стражей, а человек, имеющий друзей, больше надеется на них, чем на себя. И при них не боится никого из злоумышляющих. Будем же приобретать друзей. Бедны, чтобы иметь утешение в бедности, богатый, чтобы в безопасности владеть богатством, начальник, чтобы безопасно начальствовать, подчиненный, чтобы иметь благосклонных начальников. Это повод к снисходительности. Это основание кротости. Ведь и между зверями, те особенно жестокие и неукротимы, которые не живут стадами. Потому-то мы и живем в городах, и имеем площади, чтобы обращаться друг с другом. Это и Павел повелел, говоря, не будем оставлять собрание своего, евреям 10.25, ибо нет ничего хуже одиночества, необщительности и недоступности. Что же скажешь, монахи и те, которые заняли вершины гор, и они не без друзей. Они удалились от шума городского, но имеют многих товарищей, единодушных с ними, и искренне привязанных друг к другу. Для того они удалились от мира, чтобы достигнуть этого. Так как прение о делах производит многие распри, то они, удаляясь от мира, с великим усердием упражняются в любви. Что же скажешь, если кто будет один? Уже ли он имеет бесчисленных друзей? Я желал бы, конечно, видеть, если возможно, чтобы отшельники и жили вместе, но и теперь, да будет несомненно их дружба. Ведь не место делает друзьями, и у них есть много почитателей, но их не почитали бы, если бы не любили. Да и они со своей стороны молятся о всей вселенной, а это служит величайшим доказательством дружества. Потому-то и в таинствах мы лабызаем друг друга, чтобы нам многим быть единым. И о непосвященных совершаем общие молитвы, молимся о больных, о плодах вселенной, о земле и море. Видишь ли всю силу любви в молитвах, в таинствах, в увещеваниях? Она причина всех благ. И если мы будем усердно держаться ее, то и настоящее наше состояние хорошо устроим и достигнем Царствия Небесного. Аминь. Из беседы в Евангелии. Иоанна Богослова. Приедите, поклонимся Царю.